Научились ли чулнинцы самостоятельно сортировать мусор? Проверить это решили организаторы акции «Зеленая улица». Напомню, в ее рамках в городе начали появляться специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, чтобы часть его можно было потом отправить на вторичную переработку. С начала акции прошел уже год. Каковы успехи? Расскажем в сюжете. Первый контейнер по раздельному сбору мусора появился в ноябре прошлого года в микрорайоне бумажников в поселке Зябь. Предполагалось, что его жители, многие из которых работают на картонно-бумажном комбинате, активно включатся в процесс сортировки. Так и получилось. Например, Мария Порфирьева сама сотрудник КБК, где из вторички делается больше 90% продукции. Поэтому и сырье она сортирует дома и только после этого выбрасывает. Контейнер разделен на три фракции – для бумаги, пластика и жестяных изделий. Вывоз сырья происходит по мере наполнения. Где-то раз в неделю, а, например, в микрорайоне бумажников через день и чаще. Организаторами городской акции «Зеленая улица» выступили два предприятия – проминдустрия и картонно-бумажный комбинат, и все собранное сырье отправляется к ним на переработку. Вслед за поселком Зябь контейнеры появились в новом городе. Этот контейнер расположен в 18-м комплексе, и именно он является первым установленным в новом городе. По словам сотрудников предприятия проминдустрия, он также входит в тройку лидеров по наполняемости, наряду с модулями, установленными в поселке Зябь. Контейнер удобен для жителей близлежащих домов, а также является наглядным примером сортировки отходов для учащихся. Кстати, в соседней школе номер 26 установлен такой же контейнер, а всего сегодня в городе их размещено 24. Число общего модуля плюс пункта приема вторичного сырья приближается к 50 штукам. То есть практически каждый микрорайон города уже так или иначе участвует в раздельном сборе мусора. На сегодняшний день пункты приема плюс модули вторичного сырья в месяц нам дают 150-200 тонн вторичного сырья. Установка контейнеров поближе к людям, их максимальное число должно научить людей сортировать мусор. Пока же поставить такой модуль у каждого дома невозможно. Вероятно, именно это мешает многим челнинцам приобщиться к сортировке. Такие вещи нужно во дворе ставить, а не на отшибе. Чего ж вы на поле не поставили-то? Неужели я вот пойду из дома сюда нести? Нет, конечно. А если бы во дворе встал, вы бы пользовались? Ну кто знает, это же нужно привыкнуть к этому контейнеру. Специальные контейнеры для макулатуры можно встретить во многих челнинских офисах. Такими же контейнерами сегодня обеспечены и некоторые подъезды жилых домов. В следующем году, а в Татарстане он объявлен годом экологии и общественных пространств. Такими урнами планируют обеспечить не только жилые дома, но и парки и скверы.